Скажите мне, пожалуйста, а вокруг какой потребности люди будут собираться в ваш клуб? Потому что я вроде бы увидел такую серьезную обмотку, но не понял сердечника. Да? Что они в этом клубе будут удовлетворять, получать, делать? Зачем вам идти к клубу? Ну, изначально мы создаем для «Литраны», коммуницируем то, что давайте поддержим «Нарусю», но, соответственно, дальше это потом все переходит именно в разряд немножко другой. То есть сейчас в обществе есть запрос на создание гражданского общества. Внизу журнал «Большой город» лежит на раздаче. 42-я страница, я сейчас листал. Вот там пять полос, наверное, про это сказано. Потому что люди сейчас объединяются, они с прошлого года, и с поза прошлого они начали это объединяться. Сейчас тоже просто активно рвет это все. Люди хотят решать вопросы сами, они ждут у них для государства, и они борются с его приконами с помощью, собственно, объединения. Всем уже надоело жить так, как мы живем, собственно. И мы не можем объединить всех. Ста-сорока миллионам россиян, там, 139-ти, наверное, да? Бывают абсолютно на то, как они живут. Мы пытаемся вот захватить самых активных людей в эту сеть. И наш месседж – это собирать своих. А Маруся – это свой, который за границей, который борется, который лицо новой России. Мне кажется, у вас присутствует разрыв между заголовками идеологии. Возможно, между ними собственной идеологии нет. Удаляется все время от нас. Очень интересное наблюдение было, действительно, да. Второе, они предлагают сразу же сказать, забирайте в проект, а люди убирайте. Уходите в сердечники. У нас сердечники. Все время есть. Ну, вообще складывается ощущение… Это уже кто-то… Ну, что такое начало? Сладость, такое ощущение, космическое начало. Начиная с того, как вот уходит картинша… Вообще, как, говорит, я буду это делать. Когда… у вас как бы фильм о том, как все было хорошо когда-то. Вот, знаете, как будто мы на память это смотрим, все плывает куда-то. Знаете, мы недавно сделали, показывали в Монако фильм «Сена», про жизнь и смерть «Сена». Вот. Ну, даже он гораздо как на полисти. Он все-таки хотел… Хотя бы кончилось там все смертью, но при этом он… Ну… А здесь я смотрю, и только все плывает куда-то… Значит, форму вам сейчас покажем. Опять же, для чего показали этот ролик, для того чтобы немножко… Второй шаг. Вы опять… Опять вы, да… Понимаете, мой вопрос так, первым был командующим. Говорит, что мы, типа, готовы уйти, отдать франк. Вот. Хотя я-то, в общем, прям обратно. Хорошо бы вы сказали бы, что мы еще и вас выгоним. И сами все… Это мой проект и вообще… У вас сложившаяся компания, сложившиеся бизнес-процессы с профильными инвесторами, с профильным развитием. И, в общем-то, у вас очень хорошая рекламщики, маркетологи и люди, которые могут самостоятельно создать такой ресурс. Я уверена, что в вашей команде существует. Мы постарались предложить таким образом составные части, чтобы независимо от того, как бы вы хотели реализовывать этот проект, посредством всех наших сил, нашей команды, или вы захотели бы взять отдельные части, вы имеете полное право это сделать. Вы же пришли в клуб, где люди практически незнакомые. То есть мы собрались… Мы собрались? Да, все. Сделали. Назад командой. Наверное, нет, да? Потому что у всех есть своя жизнь. И вы уже, собственно, определяете… Вырывать человека… То есть я являюсь четвертым фонда «Манк Капитал». Мы просто решили задачу. Нам поставили задачу, мы видим ее решение так. Ваше решение… Хорошо. Показать, что мы боремся с главным мифом, который сейчас присутствует, что в Маруси ничего русского, кроме Фоменко, нет. Это главный миф, с которым мы столкнулись, когда пытались популяризовать нашу группу на форумах. Мы привлекали людей, мы бросили манифест, в котором было буквально пять предложений. На него отреагировали, конечно, с отрицательными отзывами, в основном, потому что сказали, что он слишком пафосный, что слишком много слов про Россию. Также была бурная реакция на ролик. То есть у нас количество посещений резко примерно до двух с половиной тысяч. Мы пытаемся сказать, что Маруся – она наша, что ничего более естественного для нашей страны, чем Маруся, нет. Что в каждом из нас она есть и для каждого из нас она важна. Что вместе с Марусей мы сможем преодолеть все, что угодно, что мы сможем победить, прорваться. И это основная идея, что мы едины с Марусей. И, конечно, сказали, что можно продать проект полностью. Но мы как бы две недели занимались тем, что пытались исследовать форумы, общаться с болельщиками, вплоть даже до того, что меня много раз на них банили. Мы готовы этим заниматься безвозмездно просто потому, что нам будет интересно. Перед тем, как мы удалимся в совещательную комнату, мы хотели задать маленькое задание от трем командам. Да, мы хотим... А я пока демонстративно буду отвечать. Я хочу с удовлетворительским составом ненадолго посовещаться. И чтобы вы пока могли бы сделать еще какой-то шаг и не ждали бы здесь без слуха, я попробую вам дать два рамочных обсуждения, рамочных замечания и потом поручить, попробовать найти ответ на вопрос. Смотрите, я еще раз хочу всем трем командам напомнить верх и низ этой задачи. Верх этой задачи стоит в том, чтобы действительно построить общественное движение. и в этом движении преодолевать комплексно самим неполноценности. Отсюда идея о том, что один и тот же паттерн, одна и та же выкройка, одна и та же принципиальная схема должна повторяться в каждом уровне действия, в каждом эшелоне вашего действия. От сбора первичной команды до, собственно, финального развертывания. на бескомном полумиллионе или больше. Это верх задачи. И здесь очень важны идеологические идеологии. Очень важна идеология, посыл, форма идеологического сообщения. Здесь интересно, чтобы все, конечно, рванули в образный ряд вместо текстового изложения. Это очень современное, это понятно. С другой стороны, низ, земля, если это не будет этой идеи, то земля этой идеи стоит в том, что нужно действительно сделать те деньги, на которые команда может участвовать в формуле. Не поделать пиар вокруг идеи, как это сейчас любят многие. Не собрать какую-то небольшую сумму ради красоты, а исполнить бюджет. Исполнить бюджет. Вот это небо и земля, которые, собственно, связываются кем? Связываются тем, кто может каждым предшествующим шагом убеждать в возможности следующего. Потому что ведь, смотрите, мы не можем себе позволить еще положить, ну там, я скажу, не знаю, какой-то, еще потому что мы платим каждую неделю за команду, еще положить какие-то, там, не знаю, условные 5 миллионов, я их и так бы сказал, но теперь хочу назвать какую-нибудь другую сумму, 10 миллионов, не знаю, да, в попытку, которая на сегодня далеко не гарантирована. Поэтому нам нужен лидер, а не человек с лозунгами. В чем разница? В том, что лидер – это тот, кто движется втрое быстрее, чем идущий за ним. Он забегает вперед, смотрит, как оно устроено, возвращается назад и ведет всех туда. Первые два пробега туда-обратно, но хорошо, если делается в сознании, в мышлении, в рефлексии и мышлении. Но, в принципе, можно, конечно, и побегать. Хотя я в бегать не очень верю. Самое главное – вот этот вот тройной забег. Забежать вперед, увидеть, что это там есть то, за чем вы идете, вернуться обратно и отвезти туда тех, кто за вами идет. Я хочу вам… Да, на этом я заканчиваю свои соображения. Я не тьютер, поэтому могу их вам только в таком общем виде показать. И пока мы посовещаемся, я хочу трем командам предложить выработать такое короткое сообщение. Я не знаю, там вам, наверное, потом поставят в какую-то рамку. Не знаю, сейчас я скажу, что нужно. Да, вы подумайте, за какое время. Скажите, почему, если бы вы были на моем месте, вы бы пошли тем путем, который вы предлагаете? Почему вы, будучи на месте нашем, а не на своем, приняли бы ваши предложения? Но не в режиме, знаете, как сказать, ужимок и рекламных роликов. Ролики прекрасны, они очень уместны. Если отпускать три аргумента они возьмут, вот тебе просто приедут три достаточно сильных аргумента. Да, но с нашей позиции, знаете, от меня, а не от вас. Не вы меня уговариваете, а вы смотрите на себя со стороны. Умным и сказал бы это рефлексивно. И рассказывайте, почему мы вас можем выбрать. Может быть, это заодно сдвинет вам как-то рамку вашего проекта. Хорошо. Спасибо. Я сколько? Три тезиса, да? Да, три аргумента. А мы пять минут, пять или сколько? И я туда пяти, я думаю, вполне рано. Да, давайте. О, вы знаете, правильно, правильно. Давайте-ка так. Это проверенная модель. Скажите, давайте так. Про себя и про оба других проекта. И про себя, и про оба других проекта. Три про себя, про себя легче будет. И по одному аргументу по это. Учитывая, что три разных проекта будут проходить. Давайте хорошо. В первом и во втором случае. Но не уговаривайте. Посмотрите с моей стороны, что у вас там. Мы совещались чуть дольше, чем пять минут. Извините нас. Никто не вышел. А, да. Никто не ушел. Поэтому у меня вопрос. Вы не забыли, какое задание мы вам дали перед уходом? Нет. Кто готов первой отвечать? Давай, Клера. Клера, Клера. Давай. А, девочку. Соответственно. Смотрите. Мы посмотрели на другие команды. Какая группа? Май Раша. Май Раша. У команды про комиксы поехали, мы нашли плюс, что дешево и просто. У команды 12 апостолов, мы нашли целых три плюса. Что они привлекательное обещание сделали. У них есть команда и у них хорошая медийность. И про себя мы можем сказать, что у нас опробована саморегулирующаяся модель, масштабируемость и у нас готовые технические решения. Все. Следующий. Начнем с наших плюсов. Первый плюс наш, это то, что у нас есть вещь, которая цепляет это реальное влияние на команду. Постоянная раскраска, надпись на шлеме, общение. Во-вторых, у нас была проведена некая работа, похожая на озвученную идеологию лидера. То есть у нас были выдвинуты базовые предположения, концепции социальной сети, приведена аналитика общественного мнения и после этого у нас добавлены или убраны некоторые концепции социальной сети. следующий плюс, это масштабируемость, но очень интересная. Маруся, это гид в формуле 1, так называемый. Она может быть гидом еще и по каким-то другим областям, есть куда двигаться, будет уже проработанная платформа, и Маруся может быть гидом как по миру автоспорта в целом, так и по каким-то, не знаю, новым направлениям. Теперь at裡would распределить Venezuela. Закроссер д Tro요вей Корректор в целом Гидермарк Посмотрите, в 2014 году Гидром